Добрый день, это продолжение моего исследования вывода в режиме Dolby Vision. В этой части я решил вернуться к теме Dolby Vision в режиме TV LED, когда сигнал отправляется на телевизор в RGB туннеле и телевизор делает тонмаппинг. Кто смотрел внимательно вот это видео, тот знает, что я обнаружил, что все плееры можно поделить на две части. Настоящие TV LED плееры, это Oppo и другие дисковые Ultra HD плеер на Mediatek, а также Shield TV и Apple TV. И вторая группа, это все остальные плееры, я их назвал Fake TV LED плеерами. Да, именно так, все остальные плееры всегда сами делают тонмаппинг, даже если включен режим TV LED. Вот краткое видео сравнение TV LED и Fake TV LED плееров. Даже при установленном TV LED режиме, плеер сам делает тонмаппинг, а Oppo отправляет видео без тонмаппинга. Pair TV делает тонмаппинг и отправляет на телевизор уже готовый динамический HDR сигнал. А Oppo не меняет яркость и другие параметры видео и только отправляет декодированный видео сигнал и РПУ данные, а телевизор делает тонмаппинг, исходя из своих возможностей. В TV LED режиме телевизор имеет больше данных для тонмаппинга, он учитывает больше параметров, чем плеер в режиме LLDV, когда плееру фактически доступны только параметры максимальной и минимальной яркости и цветовые параметры. Но плеер не знает, какой режим Dolby Vision включен на телевизоре, в каком положении стоит регулятор яркости, контраста и т.д. Это все влияет на точность обработки изображения в Dolby Vision. Но после прошлого исследования было непонятно, а передаются ли данные из РПУ видео в Dolby Vision на телевизор, когда плеер использует фейк TV LED. Дело в том, что если данные передаются, то телевизор, получив их, обязан сделать повторно процессинг при помощи РПУ и фактически возможно, что тонмаппинг выполняется дважды. Сначала в плеере, а потом еще раз в телевизоре. Также телевизор должен будет делать еще раз повторное преобразование из YCBCR в RGB, ETP, LMS и т.д. При этом дополнительно будет применяться множественная интерполяция цвета. Поэтому я решил выяснить, что происходит и передается ли РПУ на телевизор для фейк TV LED плеера. Я решил найти, как вообще передаются РПУ данные. Простой поиск по видеозахвату обычных тестовых видеофайлов не дал результатов. В итоге я сделал специальный тестовый файл в Dolby Vision. Из прошлого видео про RGB туннель мы знаем, что РПУ передается в младших битах цветоразностных CB и CR в канале B. Потратив некоторое время, я обнаружил, что РПУ передается в самой верхней строке каждого кадра. Вот смотрите. Видите полоски, как будто это азбука Морзе. Различие между пикселями всего одна единица яркости в 8-битном диапазоне. Глазом это увидеть невозможно. Но этого хватает, чтобы телевизор смог сочетать РПУ по видеосигналу с плеера. Причем в этой строке РПУ передается трижды, чтобы если будет ошибка, суметь прочитать верно РПУ. При этом РПУ передается в каждом кадре. Я нашел, где именно передаются изменяющиеся параметры. Вот смотрите. Это изменения для плеера ОППА. Я проверял на двух файлах. Один, где есть изменения для L1 и второй, где меняется L2.3. Давайте я вам сразу покажу на примере, чтобы было более понятно. Это ОППА. Фактически в обоих файлах изменения происходят всего в двух местах. Как происходят изменения? Например, смотрим видео. Если не происходит изменений в L1 или L2, то РПУ содержит данные из предыдущего кадра. Но, например, если происходит смена параметра, то происходит следующее. Сначала меняется слева пара полосок и справа тоже. Это происходит за один кадр. А потом во втором кадре, следующем, меняются только справа полоски. Слева уже нет изменений. И дальше этот второй кадр будет повторяться, пока не произойдет опять изменений какого-то параметра. Вот видите, я вперед на кадр перехожу, поменялось слева и справа. Еще один кадр, только справа изменения. Следующий кадр, уже нет изменений. Но если мы сравним кадр до начала изменения и кадр, когда L1, например, поменялся, то полоски будут отличаться. Запомните этот момент. Причем для всех параметров, которые могут быть в РПУ, заготовлены свои места с информацией. Потому что при изменении L2 Trim Slope полоски меняются в одном месте, а для Trim Saturation уже будет немного в другом. А теперь посмотрим на Fake TV LED Player. Например, на Zidu Z9X Pro. Вот кадр до начала изменения L1. Обратите внимание, слева вообще нет полосок, а справа есть. Теперь я перехожу на следующий кадр. Слева ничего не меняется, а вот справа произошли изменения. Теперь переключаю на следующий кадр. Опять видим изменения справа. Но это обман. Если мы сравним, что было до начала смены параметра, то увидим, что полоски стали такими же, как были до начала изменения. Вот я включаю проигрывание. Следите за изменения на полоске. Полоски моргнули, когда поменялись на первом кадре, но дальше они вернулись, какими были до изменения параметра. При этом из-за того, что яркость из-за таммаппинга меняется у Fake TV LED Player, то яркость полоски может меняться и даже присоединить инверсия. Но сами полоски не меняются. И немного интересного. Вот Shield TV. У него из-за использования CM4.0 все полосатое на канале B, так как он приподнимает яркость черного немного. Происходит это, как я выяснил. Потому что в EDID LG CX прописан минимальный уровень черного не 0, а 0,00066. Поэтому Shield TV приподнимает уровень черного. А в EDID Sony, например, прописан уровень черного 0. Поэтому там не происходит такой коррекции. Собственно, поэтому для Dolby Vision очень важен EDID, который отправляет телевизор. Кроме Shield TV, у нас есть еще 3 устройства с поддержкой CM4.0. И неудивительно, что у них тоже видна такая же полосатость. Они тоже приподнимают яркость черного немного. Но так как они не умеют честный TV LED, то когда подключается L2, их коррекция уже сильно выше, поэтому полосатость пропадает. Какие выводы из этого теста? В Fake TV LED плееры передают RPU данные, но они не будут приводить к тонмаппингу видео с самим телевизором, так как фактически это некие статичные данные. Поэтому можно сказать, что вторичного тонмаппинга по данным из RPU на телевизоре не будет происходить для Fake TV LED плееров. Но какие-то RPU данные все же передаются на сам телевизор. И вероятно, повторное преобразование из YCBCR в RGB и LMS происходит. К сожалению, это сложно проверить, пока я не нашел, как это сделать. Вероятно, для Fake TV LED плееров будет срабатывать только Roll-off тонмаппинг, когда телевизор не сможет показать какие-то уровни яркости, которые отправит плеер. Поэтому все же настоящий TV LED режим с плеера более предпочтителен. А для Fake TV LED плееров, наверное, особой разницы нет. Хотя, возможно, более предпочтительно будет отправлять LL-DV, чтобы избежать лишней интерполяции цвета. На этом все. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Продолжение следует...